АЛЬФА ХОРОС Итак, мы начинаем. В первую очередь мы смешаем яйцо. И, конечно же, мне помогает кухонная машина Кенвуд, которая отлично справится с поставленной задачей. Масло у меня уже отмерено. Разогрето. Использую тростниковый сахар Спар. Тростниковый сахар придаст этому рецепту особую пикантность, потому что белый сахар, он, банально говорить, не банально, он практически без скуса такой, он только сладкий. А тростниковый сахар, он обладает нотками именно тростника, вот этой горчиночкой, которая отлично украсит наш десерт. Взбиваем первые ингредиенты на минимальных оборотах. Теперь добавляю муку, пшеничную, спар. Теперь добавляем крахмал. И разрыхлитель. Сначала небольшие обороты. Кухонная машина отлично справилась со своей задачей. Вот такое песочное тесто у меня получилось. Не переживайте, если оно у вас слегка будет расслаиваться. Это принцип песочного теста. Еще раз хорошенько все промну. Сделаем вот такой вот шарик. Из шарика мы делаем лепешечку. И будем раскатывать тесто толщиной примерно 5 миллиметров. Присыпаем мукой. Обильно, не жалею. С обеих сторон. И приступаю к раскатке нашего теста. Вот уже, в принципе, появляется необходимая толщина для наших печенек. Если у вас нет под рукой вот такого специального кольца, можете воспользоваться стаканчиком, схожим по диаметру. Достаточно. Эти куски теста я собираю в сторонку, которую я тоже потом раскатаю. Духовой шкаф у меня уже раскален до температуры 180 градусов. Буквально 5-7 минут наши печеньки будут готовыми. Для дальнейших манипуляций и придания действительно настоящего вида наших альфа-хорос. Наши основные заготовки для печенья альфа-хорос уже готовы. Мы их слегка оскудили. Вот такой вот формы они получились. Я не стал их запекать до коричневого цвета. Вот такой песочный колор мне больше по душе. Берем кокосовую стружку и высыпаю в такую прямоугольную тарелку, я специально взял. Для чего вы поймете буквально через несколько щепунков. У спара огромный выбор продуктов. И в данном случае я использую молоко сгущенное вареное спар. Цельное сгущенное молоко открываю прям целую банку. Берем первую печеньку. Обильно смазываю сгущенкой. Очень важно, чтобы сгущенка не была жидкой. А вот такая вот густая. Теперь я аккуратно сдавливаю. Вот так вот сгущенка должна выйти за края наших печенек. Теперь вы понимаете для чего? Чтобы к ним обильно прилипла кокосовая стружка. Наши печенья альфа-хорос готовы. Друзья, вот такие замечательные, вкусные, ароматные печеньки должны получиться у вас тоже. С вами был шеф Талга, Алматы со вкусом. Я готовлю свои любимые кулинарные спири Кенвы. Пока-пока.